Николай Дмитриевич Андреев – советский российский лингвист, индоевропеист, доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института языкознания РАН в Ленинграде. Биография происходила из старинного дворянского рода Куракинах. По линии матери был внуком архитектора В.Н. Боброва. Участвовал в Советско-финской войне, затем в Великой Отечественной войне. Был офицером, командиром зенитной батареи 115-го зенитного артиллерийского полка на Ленинградском фронте. Награжден Орденом Красной Звезды за правильное определение математическими вычислениями местонахождения немецкого осадного орудия. На фронте познакомился со своей будущей женой – однополчанкой Лидией Дмитриевной Кисель. Радисткой. 1952 секунды отличием окончил ЛГУ, получив квалификацию филолог-англиста. В 1955 году на кафедре китайской филологии Восточного факультета ЛГУ по его инициативе были созданы отделения вьетнамской и индонезийской филологии. А в 1957 отделении берманской филологии участвовал в Международных лингвистических конгрессах. X в 1967 году в Бухаресте, X в 1972 году в Болонии и X в 1987 году в Берлине, был приглашен и на X-конгресс в Кембридже в 1962 году. Однако из-за бюрократических препон с советской стороны не смог на нем выступить. Организаторы конгресса впервые за его историю представили доклад на пленарном заседании в отсутствие докладчика ввиду его особой значимости. Основал лабораторию машинного перевода, выросшую в Большую кафедру математической лингвистики в Санкт-Петербургском университете. Перевел на русский язык книгу Эмиля Бенвиниста «Индоевропейское именной словообразование». В своей книге «Ранее индоевропейский произык» предложил, считая себя продолжателем работ Мии Бенвиниста, реконструкцию ранее индоевропейского произыка, который, по его мнению, являлся основной ветвью еще более древнего бариального произыка. Отзывы «Французский лингвиста» Мартини рассматривала в качестве инновационной работы Андреева по реконструкции бариального и ранее индоевропейского произыка «Румынский лингвист» С. По Лиге в своем докладе про таборельная теория Андреева и ее включение в понимание этногенеза Средневосточной и Юго-Восточной Европы. На 13-ти международном конгрессе словистов заявил, что гипотеза Андреева полезна для познания предыстории сотемной группы индоевропейцев и некоторые положения этой гипотезы могут быть сближены, по его мнению, с представлениями курганной гипотезы, выдвинутой Марией Генбутине. В свою очередь О. Н. Трубачев считал, что в работе Андреева ранее индоевропейский произык был сделан прогресс в исследованиях формальной структуры индоевропейского корня и показано, ранее индоевропейское состояние с двух согласными корневыми словами у ряда лингвистов теории Н. Д. Андреева об реальном языке получила негативную оценку. Так, В. П. Неразнак определил ее как фантастическую особенность с точки зрения реконструкции семантики, библиографии, международный вспомогательный язык асперанта, краткая грамматика и словарь минимум L. 1957. 46 секунд ранее индоевропейский произык L. Наука 1986. Переодизация истории индоевропейского произыка. Вопросы языкознания. 1957. Н. 2. Статистика. Комбинаторное моделирование языков по Трет-Энде. Андреева. Наука. М. Л. 1965. Статистика. Комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении. Автор реферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук L. 1967. Статистика. Комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении. Л. Наука. 1967. Исследования по структурно-вероятностному анализу. Подред. Проф. Энде. Андреева. Горький. 1971. Проблемы структурно-вероятностного анализа языков. Подред. Энде. Андреева. Днепропетровск. 1975. Гипотеза об реальном произыке. Лингвистические исследования. Проблематика взаимодействия языковых уровней. Ленинград. 1988. К полиолингвистической реконструкции древнего бариального произыка. Лингвистические исследования. Структура языка и его эволюция. М. 1989.